Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях над этим пособием для самостоятельного исследования Личности, которое я назвал «Самопознание во свете духовных законов». Каждый человек содержит в себе два противоборствующих начала — духовное и плотское, и потому обречен на непримиримую внутреннюю вражду. Эта борьба причиняет ему бесконечные страдания, которые будут изматывать его душу до смерти. Плоть пытается подавить дух, а дух возобладать над плотью. При этом между ними не может быть ни окончательной победы, ни перемирия в течение всей жизни. Что же делает разум? Разум, наделенный правом последнего голоса, как верховный судья изучает аргументы враждующих сторон, то есть плоти и духа. «Плоть живет по своим законам, по законам греха и смерти», пишет апостол Павел. «Это ее законная среда обитания, как для рыбы вода. Потому плоть не уступит никогда, но всеми силами будет добиваться законного права на беззаконие. «Мой разум, как составляющая души, предал бы меня давно, перейдя на сторону плоти, если бы не мой дух, который имеет прямое общение с Духом Святым». Смотрите, первым на мою неверность Богу реагирует Дух Святой, и его печаль по поводу моей измены сразу же передается моему духу. «От этого мне плохо». Вот заметьте, не от греха мне плохо, но от того, что я им огорчил Духа Святого. Как я это знаю? Грешнику незнакомы переживания согрешившего праведника. Понимаете? Вот Давид пишет, «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Согласитесь, что эти муки известны только рожденному свыше человеку, и вызваны они не грехом, потому что воды краденые сладкие, грешник этим наслаждается. Но муки эти вызваны тем, что источник духовной жизни иссякает в Давиде. Дух праведника изнывает, когда Дух Божий в нем огорчен. «Однако не стоит забывать, что я не только духовен, я и платян, и продан греху», пишет тот же апостол Павел. «Мое Я существует исключительно за счет похоти, зависти и гордости. Похоть, зачав, рождает грех», пишет апостол Иаков. «А грех есть беззаконие». При этом, смотрите, жизнь моего Духа поддерживается только Духом Святым, от которого я духовно произошел. Жизнь же Души моей поддерживается и Духом, с одной стороны, и плотью, с другой стороны, то есть похотями. Я бы сказал, душа неверна. Ее составляющие, разум, воля, эмоции, постоянно неверны. Дух, он определился, Дух предан Богу. Плоть тоже, она предана страсти. А душа пытается удержать обоих, но любить двоих невозможно. Кому же мне верить? Опыту плоти или опыту, то есть переживанию Духа? Опыт греха неопровержим, как равно и опыт духовный, опыт Духа, он тоже непровержим. Не потому ли душа и мечется от одного к другому, пытаясь удержать обоих одновременно? Душа обречена на страдания, на метания до тех пор, пока не убьет одного из них. Но убить в себе любовь к миру и ко всему мирскому, это потерять часть себя. Убить любовника, я так выражусь, посильно, возможно, только ради любимого. Не об этом ли сказал Христос? «Кто потеряет душу свою ради меня», обратите внимание, «ради меня», тот сбережет ее. Только распятие плоти способно освободить душу от страданий двойственности. А что, если не принимать близко к сердцу всю эту ревность Духа? Я понимаю, что Дух любит до ревности. Однако это, простите, его проблемы, а не мои. Я же не страдаю от ревности к нему. Как же так? А может, я не ревную его, потому что он мне всецело верен, потому что кроме меня у него нет никого, и я это точно знаю. Но как он может быть мне верен при моей неверности ему? Видимо, наши страдания происходят от разных причин. Смотрите, я страдаю, пытаюсь удержать обоих, то есть угодить и Духу, и плоти, которая щекочет мои страсти. А Бог страдает от любви ко мне одному, несмотря на мою измену, ибо не может меня не любить. Не может. Любовь никогда не перестает. Поэтому Бог страдает. Я же пользуюсь этим и предаю его целованием. Как же искупить иудин грех, как пишет Максимилиан Волошин, ибо грех Иуды не столько в предательстве в садуге всеманском, сколько в неверности нескольких лет. Предательство – это поступок, а неверность – это качество. Поразмышляйте над этим в течение этого дня, и мы увидимся с вами в следующей передаче. Предлагаем вашему вниманию пособие Александра Шевченко «Самопознание во свете духовных законов». Сuję. Самопознание во свете духовного наличия «Самопознание во свете духовных законов». Продолжение следует... Продолжение следует...